Всем привет дорогие друзья, с вами Маракесси. Итак, сегодня мы увидим бой на среднем танке, объект 140. Танк не столь популярен на самом деле, хотя раньше конечно многие на нем играли. Сейчас появилось много других СТ-шек, взять хотя бы СТБ-1. Но вот нашел для вас довольно интересное сражение на этом танке, поэтому думаю вам понравится. И также вы можете выиграть довольно-таки хорошие прям танки, ну как выиграть, просто получить их всего за 100 рублей, там даже меньше. Такие танки как Ренегат, ИСУ-122С, Т-34-85 Руда и Центрион. В общем смотрите ссылку в первом закрепленном комментарии и получайте себе на аккаунт. И также вы можете попробовать выиграть золото в этом видео, ну как бы ежедневно в каждом видео проводится розыгрыш голды. Итак друзья, также стали известны танки, которые будут даваться за Amazon Prime уже в мае. Тут внезапно появилась имбочка, еще одна помимо Ренегата, это ИС-3 с механизмом заряжания, АМХ-13-57, СУ-100У и АС-4 Экспериментал. Ну конечно в основном тут приковывает свое внимание ИС-3 с механизмом заряжания, Ну потому что все-таки танк довольно дорогой, а тут можно будет его получить, в общем-то, ну считай практически даром. Так что ждем, когда появится Amazon, я думаю совсем скоро, где-то наверное через дней 5 можно уже будет его приобрести. Также друзья, еще одна немаловажная информация, которой я думаю стоит воспользоваться, Это то, что разработчики продолжают, соответственно, пичкать нас разнообразными акциями. Вот заканчивается акция именно сегодня, последний день, в честь Дня Победы. Просто, ну не забудьте, что тут у нас скидки на танки и на премиум, и на прокачиваемые, вплоть до 10 уровня. Также можно переводить опыт в свободный, по более выгодному курсу, также Х5 опыта за первую победу, Ну и скидки там на снаряжение и так далее. То есть даже если вы сейчас вот, ну не особо играете, хотя бы можно воспользоваться скидками, Может быть какой-то танк уже давно хотели купить, и вот как раз для вас последняя такая возможность. Ну конечно скидки на танки, они еще будут, но непонятно когда, может быть в ближайшее время их не будет. А вот то, что будет, это марафон, это уже 100% известно, и скорее всего это будет марафон на Шкоду Т-56. В принципе все об этом говорит, и новая ветка чехословацких танков, И также, ну то, что вообще как бы других танков, других кандидатов на роль танка за марафон особо нету. Так что я считаю, что именно на этот танк будет марафон. Сам по себе танк свирепый, если честно, ну по характеристикам. То есть 460 Альфы, это ну еще и с барабаном на два снаряда, То есть почти тысячу урона можно наносить, если повезет там с ВБР. Это круто на самом деле. И также сейчас идет предпоследний сезон Странного Охотника. Почему-то мне в прошлый раз показалось, что это вообще последний сезон. Но не особо, в общем, играю пока что в этот режим. Соответственно, если хотите, можете поиграть. В нем неплохо проходится боевой пропуск. То есть если в рандоме уже все сгорели, то отличная такая возможность будет это в Странном Охотнике. Как бы добить уровни, получить призы с боевого пропуска. А так особо смысла в Странного Охотника играть и нет. Ну, я так считаю, режим в принципе неплохой по интересности. То есть геймплей, ну конечно такой красивый, но играть можно. Также вот что интересного должно выйти в скором времени, это конечно же подарок для ветеранов в 2021 году. Ну как скоро, на самом деле не совсем скоро. Только где-то примерно, наверное, в августе, может быть даже скорее всего в сентябре. Ну как обычно, подарки ветеранам выдают. Именно сейчас уже подготовили танк. Это ВК-2801, так же на толстопарт. И многие спрашивают, вот стоит ли какие-то требования выполнять. На самом деле тут все просто. По крайней мере, пока что в ВГ не изменили правила. Я думаю, и в этот раз они ничего менять не будут. Соответственно, все будет зависеть просто от того, когда у вас зарегистрирован аккаунт. То есть чем дата, в общем-то, старше у вас регистрации, тем, соответственно, и больше подарков для ветеранов у вас будет. Но на всякий случай, вдруг все-таки ВГ изменит правила, стоит, ну, в общем, наигрывать некоторое количество боев. То есть какую-то активность проявлять в игре, а то запишут, так скажем, в число неиграющих ботов и вообще ничего не дадут. Ну, решайте сами. Всем привет, дорогие друзья. С вами Маракаси. Итак, сегодня будем открывать кейсы на сайте Водхаб. Тут есть кейс День Победы. Соответственно, его мы будем открывать. Ну, также не забывайте пользоваться бонусами. Тут можно выиграть новый стиль и премиум ПТСА восьмого уровня СУ-130ПМ. Давайте открывать кейс. Сегодня поменьше средств положил, чем обычно. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, немного золота совсем падает. Ну, конечно, хотелось бы СУ-130ПМ выиграть. Так, три дня према. Вчера уже открывал данный кейс. Так, СУ-130ПМ мимо пролетает, к сожалению. Так, 228 рублей. Каждое открытие стоит. Так, последний раз открываем. О, наконец-то повезло мне. Премиум ПТшку выиграл. Ну, и на этом все. И также, друзья, хорошая новость заключается в том, что в АГ все-таки апают многие премиум танки старые. Если у вас таковые имеются в ангаре, то рано или поздно все-таки они станут гораздо более играбельными и интересными. Но изменения, правда, не торопятся добавляться в игру. То есть, вот даже данные изменения, которые вы сейчас можете видеть в углу по премиум танкам, таким как Т-95Е2, 59 Патент, Т-343, они, соответственно, в патче 1.13 не появятся. Но все-таки, рано или поздно вы их дождетесь. Сейчас можно на этих танках просто много не играть или вообще не играть и дождаться апа. А вот довольно интересная новость заключается она в том, что появится такая акция в скором времени прямо на сайте игры. Будет вам приходить, в общем-то, приглашение поучаствовать в этой акции в ангаре. Соответственно, называется все это дело «Счастливая карта». По сути, это практически кейсы, на самом-то деле, только как бы дают вам возможность задонатить. Но ради привлечения внимания игроков туда добавят и некоторую халяву. Значится, что там будет, соответственно, снаряжение и оборудование. То есть, по очень таким выгодным ценам. То есть, за 1400-1500 можно будет приобрести огромное количество оборудования и снаряжения. Но также и говорится о том, что будут даже премиум танки за серебро. Информацию эту не проверял. Но, кто знает, возможно, там уже нужно смотреть будет на деле. И все-таки вспоминается танк Т-34 образца 1940 года, который так и не добавили, соответственно, в обычный ангар игрокам как подарок на 9 мая. Может быть, данный танк как раз для данной акции и приготовили. Счастливая карта. То есть, ну, как бы рандомно, может быть, за серебром его можно будет выиграть. Там за 1500, предположим. И на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok